Поздравляю всех, потому что это общая победа. И наших детей, и их наставников, и родителей, и предприятий, и ресурсных центров, и профильных министерств, и прежде всего, как сказал вчера президент Татарстана Рустам Миниханов, это показатель того, что в республике построена правильная система подготовки рабочих кадров. Команда Татарстана заняла первое общекомандное место на российском этапе мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills. Мы сделали, по-другому не скажешь, наших вечных соперников Москву и Московскую область. Москву обошли на целых 9 баллов. Всего команда Татарстана получила 447 баллов за 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей. Мы в третий раз подтвердили статус лучшего региона России по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. И это, конечно, повод для гордости и уверенности в завтрашнем дне. В республике растет могучий резерв молодых профессионалов, которые будут определять экономику этой страны. Давайте познакомимся с ними поближе. Сергей Темляков нам поможет. А в этом году национальный чемпионат WorldSkills самый масштабный в истории страны. Более полутора тысяч участников. Только Татарстан представляют 258 конкурсантов. Более чем в 80 компетенциях. Такого еще не было в истории России. 93 компетенции. Участники победители отборочных состязаний из 85 регионов страны. Самая большая судейская команда. 1274 эксперта. Несмотря на то, что официально это национальный чемпионат, попробовать свои силы вне конкурса решили и представители 26 стран мира. Чемпионат национальный. Это генеральная репетиция, подготовка к чемпионату мира. Тот, кто выиграет, будете защищать интересы нашей страны. Я уверен, что Казань, Казань-Экспо, организация, которая сегодня проводит чемпионат, он пройдет достойно. Это еще и чемпионат каждого из вас. Каждый из вас, независимо от того, какое место он займет во время этих соревнований, покорит свою личную высоту. Вы будущие вашей страны. Вы являетесь образцом для подражания для следующих поколений, которые увидят через ваши достижения всю силу рабочих профессий и образования, что позволит сделать их жизнь лучше. Конкурсное задание у нас соответствует чемпионату мира. Три дня ярких состязаний. Если кластер А Казань-Экспо уже принимал гостей, то БЦДФ, расположенные на площади в 74 гектара, открыли свои двери впервые. Участники республиканской сборной готовились на протяжении полугода. Марина Казакова рассказывает, чтобы участники сборной Татарстана в компетенции флористика выступили достойно, сочетали несколько направлений в подготовке. Отрабатывали всевозможные дизайны с учетом тайминга, с учетом психологических особенностей конкурсанта. У нас есть график тренировок, то есть мы работаем три недели без выходных и одна неделя выходного. Кто готовит самый вкусный кофе на чемпионате? Правильно, бариста. Айсулу Нарудинова представляет Татарстан. Четыре года она изучает искусство кофейного сомелье. Говорит, самый вкусный кофе делается исключительно с любовью. Айсулу определилась, чемпионат – это ступень к ее мечте. Хочу обучать людей, хочу делиться своими знаниями. Если говорить глобально, то мы пытаемся изменить сервис в России, поменять его, потому что принято в Европе, что у нас в Российской Федерации отсутствует вот это понятие сервисных профессий. В квалифицированных кадрах, как никто другой, сегодня заинтересован работодатель. Среди партнеров чемпионата и крупные промышленные предприятия, бизнес и сервис индустрия. Не секрет, что в нашем комплексе порядка 90% сотрудников задействованы в сфере рабочих профессий. Поэтому, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы уровень их компетенции был максимальным. Это нам не приносит прибыли вообще никакой. И мы, ну да, там, это определенный такой социальный уровень. Хотелось бы, чтобы мы делали, ну, не только то, что выгодно, да, иногда, но и то, что правильно. Айгуль Султановой в своей компетенции на чемпионате досталось непростое задание – разработать программу, автоматизирующую деятельность ГИБДД. Шефство над Айгуль при подготовке к чемпионату взяла компания по автоматизации бизнеса из Татарстана. И, несмотря на итоги чемпионата, 18-летняя девушка не дошла до пьедестала. Ей уже сделали предложение – заключить трудовые отношения. Участник сборной Татарстана Раиль Абдулин сейчас выполняет конкурсное задание. А уже через несколько часов он станет победителем в компетенции изготовления изделий из полимерных материалов. Кстати, его родной завод Нижнекамск «Нефть и Хим» специально для чемпионата закупил оборудование более чем на 20 миллионов рублей. Это наследие после чемпионата. На нем будут обучаться в техникуме. Имеют будущее это оборудование, откроется какая-то новая профессия, то есть, может быть, более усовершенствует токарное производство. Мы сегодня говорим о том, что год рабочих профессий в Татарстане – это все не зря, потому что рабочие профессии, прежде всего, способствуют тому, чтобы наш валовый региональный продукт в Татарстане прирастал именно такими темпами. Что нужно менять в подготовке кадров? Чемпионат – это та площадка, где ставят вопрос о внедрении новых стандартов в работу. Вот, например, стон-массаж. Красивая, вкусная, расслабляющая душу и тело услуга. Именно эстетика работы мастера должна выйти на первый план. Опять же, соблюдать эргономику, все делать, каждое движение плавное и красивое. Чемпионат – это задел и на перспективу. Перед образованием и промышленностью сегодня стоят новые вызовы. Какие они? Профессии будущего. Ответ на этот вопрос можно было получить на 23 площадках чемпионата. Вот, например, новое направление – реверсивный инжиниринг. Сломалась какая-нибудь деталь, ее сканируют, и мы ее уже полностью восстанавливаем. Смысл состоит в том, что в конструкции учтены все сложные элементы, которые можно вообще собрать из гипсокартона. Одна из самых популярных площадок чемпионата – это внутренний отдел к помещению. Здесь больше всего участников, которые идут вне конкурса из-за рубежа. Это представители Китая, Кореи и Бразилии. Мартин Феките в компетенции «Плотницкое дело» представляет Венгрию. Он – член национальной сборной своей страны. Говорит, решил тоже приехать на репетицию, чтобы лучше понять, к чему готовиться на чемпионате мира. Как отметил президент WorldSkills Саймон Бартли, вся работа проводится на благо молодежи дальнейшего развития рабочих профессий, роста профессионального мастерства. Наградили топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» за 2018 год. Среди них 9 колледжей и техникумов из Татарстана. Есть те образовательные учреждения, которые работают по стандартам WorldSkills, они значительно превышают требования государственных образовательных стандартов. Это дает возможность абитуриентам, детям, взрослым, преподавателям, компаниям увидеть партнера, который способен обеспечить их кадрами на уровне мировых стандартов и выше. Неотъемлемая часть чемпионата – это деловая программа, более десятка круглых столов и пленарных заседаний. Обсуждали и реализацию проекта «Билеты в будущее» и стратегию развития систем подготовки рабочих и инженерных кадров России, реализацию передовых технологий и инноваций в коммунальной отрасли, трансформацию вузов в контексте развития региональной экономики. Какой вызов стоит сегодня перед нашим образованием, перед нашим рынком труда, как мы готовы перестроиться и какие возможности мы должны и готовы предоставить нашим детям и в связи с этим трансформировать образовательный процесс в России. В целом мы постарались обкатать все возможные сервисы и работа со зрителями, и доставка сюда, различные клиентские группы, и вопросы организации питания, транспорта. Национальный чемпионат – это возможность проверить работу всей инфраструктуры. Это и безопасность – на контроль были взяты 25 объектов. Это зона соревнований и проживания участников и экспертов. И объекты транспортной инфраструктуры – это и четыре уровня организации оказания медицинской помощи. Это и слаженная работа волонтеров, а их на Волшкилс Казань-2019 было 1800. Я волонтер SWOT-тим. Это волонтер первореагирования. То есть могу быть в любой функции полезна. Специально для организации питания на 10 тысячах квадратных метров был возведен шатер на 2200 посадочных мест. Для участников и гостей чемпионата готовили 600 поваров. Была представлена европейская, азиатская и национальная кухня. Была организована линия раздачи «Халяль». Закуплено 250 тонн продукции. 50 тонн уходит в день. Это 2 тонны рыбы, 2,5 тонны мяса и 2 тонны курицы и 20 тонн овощей, ну и остальное. Казань готова к проведению на высоком уровне мирового чемпионата по рабочим профессиям. Об этом на заседании организационного комитета заявила Татьяна Голикова. Рустам Мениханов выразил благодарность правительству России и лично Татьяне Голиковой за потешку по подготовке деревни WorldSkills к приему гостей. Президент также отметил, что налажено активное взаимодействие с авиаперевозчиками. Планируется увеличение авиарейсов, пиковой даты прибытия и убытия участников и гостей мирового чемпионата. В ходе подготовки чемпионата обновлена городская, будет обновлена и транспортная инфраструктура. Приводится в нормативное состояние дороги, общая продвиженность 360 километров. Республика Татарстан! В пятницу состоялась церемония награждения. Одной из первых на пьедестал поднялась Мария Санбинова из Казани. Из рук президента участница из Татарстана в компетенции преподавания в младших классах получила золотую медаль. Эмоции радости, счастья, слезы. Слез того, что я пришла к своей мечте. Я шла очень долго, весь год. Вот эмоции меня переполняют. Я очень счастлива. Очень счастлива. Очень волнительно было ждать награждения. Эмоции, которые переполняли нас, когда мы выполняли свидание с детьми, это просто их не передать никак. Это стимул вырасти дальше, пойти во взрослые компетенции и дальше поработать по этой профессии. Я довольна тем, что заняла второе место, так как до этого я участвовала на Junior Skills. И задания, которые были там и здесь, это как между небом и землей, если честно. На церемонии закрытия чемпионата министр просвещения России Ольга Васильева отметила, что седьмой национальный чемпионат и сорок пятый мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills это большой шаг вперед для развития профессионального образования. Это заслуга, это победа наших с вами учителей. Потому что я хочу, чтобы вы поаплодировали. Я говорила много раз и еще не перестану говорить о том, что вот наш спортивный дух, наше обращение действительно серьезное к среднему профессиональному образованию за последние несколько лет дало очень реальный результат. Сборная Татарстана по итогам чемпионата стала лучшей, завоевала первое место в медальном зачете. Команда-победитель получила 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей и обошла своих постоянных конкурентов в сборной Москвы и Московской области. Welcome to Kazan. It's in your hands. Добро пожаловать в Казань. Все в ваших руках. До встречи на полях мирового чемпионата 22 августа. Сергей Темляков, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней.